значит добрый вечер всем сегодня мы будем в прошлый раз мы говорили в основном о шауле и о том почему как и как он решился царство сегодня мы будем говорить снова давиде а а потом уже как бы подытожим наше рассуждение касательно первой части книги шмуэля вот я сейчас открою сразу же файл который я приготовил и мы по нему пойдем значит файл первое первый вопрос которым мы займемся это кто убил голиафа или гульято значит казалось бы вопрос достаточно ясный есть большой рассказ можно сказать почти героическая сага о том как давид победил голиафа и собственно говоря с этого начинается его вознесение возвышение которое в конце концов приводит его к царскому трону я не буду подробно рассказывать эту историю тем более что всем известно отмечу только то что в ней есть несомненная такая теологическая подоплека заключающаяся в том это как бы идея не оригинальная для этого рассказа что победа достигается не какими-то военными или физическими преимуществами а благодаря божественной поддержки на которую давид рассчитывает и благодаря которой он действительно побеждает филистимлян филистимского великана из гата вот и вот тут нас как бы я вполне допускаю что некоторые из вас знают это место но я его привел но как бы нас выведет на некоторые рассуждения касательно природы книги шмуэля во второй части книги шмуэля в так называемых приложениях к нарративу о давиде 21 главе появляется некоторые короткие описания воин которые велись во времена давида и в одном из таких описаний вдруг мы находим следующее утверждение что была еще одна война с филистимлянами вместе называемым здесь голов и убил и ханан сын я а рэй оргим из вейтлехема гульята гетийского чье копье или древко копья было как ткацкий станок вот такое короткое очень короткое замечание которое естественно создает лобовое противоречие с нашим рассказом если только конечно не допустить что есть было два человека по имени гульяк оба и филистимляне оба из гатта и оба великаны оба в обоих случаях древко копья сравнивается с ткацким станком вот если есть стихи рассказа о победе давида над гульятом 7 стих где тоже говорится как древко копья как ткацкий станок тут есть гораздо более подробное описание того как был вооружен гульяк такая как живой танк вот но нас интересует как бы как же разрешить это противоречие вот и мы сейчас посмотрим на то как это противоречие разрешалось а потом как бы попытаемся дать альтернативное первым кто попытался разрешить это противоречие был автор книги хроник автор дюрея мин который описал повторяя рассказаны и шмуэля мы уже на это обращали внимание он естественно не просто повторяет а он изменяет изменяет благодаря некоторым интерпретациям которые он предлагает тексту который в чем-то можно сопоставить с мидрашем еще сравним это с мидрашем вот так вот что пишет автор дюрея мин в этом месте он говорит что была еще одна война с филистимлянами при этом он убирает не очень понятное вот это место гов которая здесь упоминается и которая создает дополнительно географическую проблему потому что это место не упоминается в рассказе о войне давида с гульятом он то убирает и говорит что эль-ханан которого называет бен-я-ир и об происходит некоторые любопыт либо любопытный трюк в книге шмуэля эль-ханан сын яры оргим из бейт-лехема что делает автор дюрея мин он говорит что эль-ханан нья-ир немножко изменяется форма имени отца исчезает слово оргим и вдруг бейт-лахми то есть из бейт-лехема превращается в имя собственное убил лохми брата гулията изгата древко не очень понятно в данном случае чье древко копья было как ткацкий станок древко ли гулията изгата или этого лохми скорее всего гулията изгата потому что очевидно что то что делает автор дюреями носит явный гармонистический характер попытка как бы снять противоречия между текстами и решить его вот таким вот элегантным образом эль-ханан убил лохми а давид убил гулията я хотел бы обратить ваше внимание на такую дополнительную маленькую синтаксическую деталь которая возможно являлась как бы дополнительным катализатором этого ведроша или и скажем тем что позволило автору дюреями пойти вот на такой шаг дело в том что предлог это гиблейском иврите может иметь два значения он может иметь значение предлога прямого дополнения как это в современном иврите но одновременно есть некоторое количество мест где этот предлог имеет значение с то есть есть суплеция между предлогом это и предлогом им значение с теперь очевидно что в книге шмуэля это предлог открывающий прямое дополнение но автор дюреями делает вот такой вот синтаксический проворот и говорит не говорит а как подразумевает что это можно понять как с а вот этот эль-ханан убил кого-то с или одновременно с галиятами с гата и таким образом что получается что эль-ханан убил человека которого он называет лохми превращает бейтлехом в лохми и он убил его тогда же когда видимо даже вместе с тем как давид убил галията из гата а так решает вопрос автор книги хроник автор дюреями иначе этот вопрос решает торгум торгум ионатан и гишмуэля я его здесь привел говорит следующее в переводе с арамейского на русский был еще один бой в голове с филистимлянами и убил давид сын и шая который шил и ткал занавес для храма и который был из бейтлехом голиафа из гата что же тут мы видим мы видим здесь сказать другой поворот сюжета эль-ханан отождествляется с давидом это вообще говоря происходит нередко у мудрецов когда два разных человека отождествляются по той или иной причине но обычно это происходит когда эти два разных человека носят одно и то же имя достаточно например чтобы скажем было несколько человек носящих имя захария танахиш тем чтобы все они слились некий единый образ мидраше здесь же казалось бы есть два разных имени и действительно комментаторы средневековые раши радак приводят они как бы опираются в основном на этот торгум и приводят его при этом один из них говорит я не знаю почему да и давид был назван здесь эль-хананом это действительно казалось бы совершенно разные имена имеющие друг другу никакого отношения но тем не менее торгум пошел по этому пути для того чтобы снять вот это вопиющее противоречие теперь после того что мы посмотрели как традиционная экзегеза пытается решить проблему с победой над голиафом и зададимся вопросом который естественно не мог быть в принципе задан в рамках традиционного комментария понимающего текст как некое единое целое а соответственно не содержащего в себе некоторых имманентных противоречий если мы меняем подход меняем точку зрения то очевидно что мы приходим к простому соображению которое состоит в том что существовало существовали две альтернативных версий о гибели гольятта одна приписывала эту победу человеку по имени эль-ханан другая давиду будущему царю и можно это как бы наблюдение не особо сложное и в общем логически понятно обоснованное следующий шход выносит уже несколько более спекулятивный характер но все таки мы его тоже представим перед тем как нам возможность задать вопросы на эту тему значит можно задаться вопросом а что чему предшествовало вот эти две традиции или два две версии того кто убил гулията из гата можно ли попытаться определить какая из них более исходно в любом случае ответ на этот вопрос будет конечно бездоказательным спекулятивным но он как бы может основываться на каких-то логических предположениях и видимо ответ на этот вопрос который действительно предлагают некоторые современные комментаторы книги шмуэля состоит в том что исходно победа над великаном гулиятом приписывалась не давиду одному из его героев которого звали ханан кстати повторяю в этом списке в этом как бы в этом кусочке из второй части книги шпуля приводится несколько разных историй где герои давида побеждают всяких великанов совершенно страшных врагов значит теперь как бы можно осторожно предположить это то например что делает современный комментатор и исследователь танаха и ирзакович что был сделан перенос от некоего практически анонимного персонажа он точнее анонимно носит имя но мало кому известный некто эль ханан из бейтлехом это как бы было перенесено на фигуру доминантную на фигуру давида с тем чтобы представить его изначально как человека спасшего из рай от филистимлян при этом рассказ оброс мало того что оброс большим количеством подробностей но он приобрел как повторяю явную теологическую направленность которая отсутствует вот в этом маленьком стихе из второй книги шмуэля в рассказе о победе давида над гулия там главный акцент поставлен именно на то что вот казалось никто никто не может справиться с с этим страшным великаном и справляется с ним маленький юноша который и оружие это по сути дела в руках держать не может ему тяжело и сам по себе опять таки этот сюжет он хорошо известен это фольклорный сюжет который можно встретить очень многих народов вопреки всем ожиданиям победу над страшным врагом одерживает кто-то от кого мы этого бы совсем не ожидали можно привести в пример и русский фольклор скажем конек горбунок и основанная отчасти на этом мотиве и другие там народные какие-то сказания и сказки вот так что это само по себе не удивительно но здесь еще повторяю добавляется как бы явная теологическая подоплека значит побеждает он именно потому что в отличие от всех других которые полагаются в первую очередь на свою физическую силу или наоборот не полагаются на нее считая что у них нет никаких шансов победить этого страшного врага давид выходит на него с именем бога на устах и там есть такая сцена где он разговаривает шаулем и говорит что как бы и раньше я побеждал будучи пастухом льва и медведя и все это только благодаря божественной поддержки не какой-то большой силе этот рассказ повторяю хотя он не самый есть некоторые вводный рассказ о помазании давида который мы уже упоминали но это как бы первый рассказ где давид вы просто практически становится центральным персонажем и он конечно носит с точки зрения автора программный характер и это программный характер это как бы уже я подвожу к следующей нашей сегодняшней теме призван заложить основу для апологии давида а почему апологии об этом мы поговорим после того что я дам несколько минут на обсуждение то хочет высказаться задать вопрос и сделать замечание сейчас самое время это отвечает на такой странный вопрос как шауль не знаком с давидом если он уже ему играл и успокаивал это мы сейчас об этом об этом сейчас как раз и поговорим происходит всегда возникает да потому что комментатором приходится как-то и и и считряться объяснять как же он не знал сейчас мы об этом поговорим конечно это следующий наш виток следующий виток наших рассуждений еще какие-то вопросы окей тогда я действительно как бы сразу же перейду к ответу на вопрос на хам и это ровно то следующий момент который я хотел представить вот этот заголовок почему шауль не узнал давида и действительно очень странно давайте посмотрим во первых 16 главе первой книги шмуэля рассказывается о том что шауль ищет себе человека который бы его успокаивал так приблизительном переводе на сегодняшний язык его обуял дурной дух от бога ему плохо он знает что он отвергнут и царство не устоит и вот он ищет себя кого-то кто ему будет играть на музыкальных инструментов у станет от этого будет от этого легче и один из его слуг предлагает вот как раз давида который помимо прочего заметьте характеризуется как гибор хай то есть как человек как богатырь как человек очень сильный такая характеристика явно находится в противоречии с тем как изображается на вид в нашем рассказе значит и действительно давида приводят к нему к шаулю и он шаулю чрезвычайно понравился и стал у него не более-менее как оруженосцем а он не только ему играл как тут сказано музыкальных инструментах на музыкальном инструменте на арфе отчего шауль становилось легче и дух дурной дух отходил от него вот но кроме этого он был еще у него оруженосцем и вот действительно в рассказе о победе над гулиатом происходят какие-то очень странные претрубации ну во первых внезапно в двенадцатом стихе этого рассказа нам как будто снова представляют давида так как будто мы его не знали давид сын человека из эфраты из бейт-лэхэма иудейского имя и шай у него восемь сыновей пусть им казалось бы все это уже было нам это рассказывалось 16 главе и рассказывают снова кроме всего прочего вдруг выясняется из контекста что давид в этот момент находится дома при отце а вовсе не при царе шауле он вынужден он оттуда собирается на войну и тут я как вы видите зеленым покрасил стих который судя по всему забегая вперед является некоторые редакторской вставкой которая призвана снять по крайней мере это противоречие и сказать что давид то возвращался домой то уезжал в командировку шаулю вы давиду лэхвы шавни аль шаулер от и цона вибэйт лахмя давид значит при том что он уже находился при шауле нам говорят что это можно объяснить он время от времени возвращался домой пас скот хотя само по себе это представляется несколько странным если он уже работает оруженосцем у царя почему царь будет вот с этой целью отпускать но допустим но дальше нас ожидают действительно большая неожиданность потому что значит уже после всего этого значит рассказывается о том что давид приходит в стан израиля из дома там он узнает что шауль готов обогатить и дать свою дочь жены тому человеку который победит гулиято происходит некоторый неприятный разговор между давидом и его старшим братом или авом который обвиняет его в том что он бросил домашний скот пришел сюда порезвиться а потом происходит встреча встреча между давидом и шаулем встреча это выглядит так как будто шауль увидит его впервые вот значит нет ничего от образа оруженосца не остается и шауль обращаясь до виду который готов пойти воевать с гулиято говорит ты не можешь потому что ты юноша а он воин казалось бы это совсем не похоже на то как характеризовался давид в 16 главе дальше больше уже после всего этого обсуждения по крайней мере ясно что давиды шауль если не познакомились вторично то по крайней мере ну между ними произошла какая-то интеракция вдруг ни с того ни с сего в самом конце рассказа самом конце рассказа когда уже гулиято побежден шауль обращается к своему военачальнику которого зовут авнер сын нера и говорит ему кто этот юноша победитель на что авнер отвечает клянусь царь я не знаю и тогда царь обращается говорит ему спроси у него кто он такой и когда давид приходит авнер приводит его к царю в тот момент когда у давида в руках голова филистимлянина побежденного филистимлянина и сказал ему шауль кто ты юноша на что давид отвечает я сын раба твоего и ша из бейтлефена на этом собственно кончается рассказ а это удивительное место и понятно что это место не осталось без внимания комментаторов всех всех возможных мастей и и разумеется традиционный комментарий традиционный комментарий видят в этом тексте очень серьезную очень серьезную для себя трудность и предлагают очень как бы различные способы различные способы как эту трудность отвести значит вот несколько этих способов значит некоторые говорили о том что шаулем от расстройства произошло ну что-то вроде временного затмения на что он настолько был потрясен последними событиями которые начислим произошли которые привели к тому что бог отверг его что у него стало несколько слабо с памятью а что касается поведения его военачальника авнера то он как бы ему что называется подыгрывает он не хочет напрямую сказать царь опомнись что это за странная такая синильность это же человек который у тебя служит он вместо этого значит ему как бы говорит да да я я тоже не знаю кто это такой значит совершенно другой подход скажем так менее реалистичный но подход который весьма такой оригинальный содержится в талмуде в трактате в талмуде приводится очень любопытный медраж из которого следует такая вещь понятно что медраж пытается объяснить наше противоречие и он говорит на самом то деле шауля интересовал не вопрос в самом деле самом деле кто этот юноша потому что конечно же он шауль об этом знал он дознал а его интересовал вопрос в самом неделе это и есть тот человек который сменит его на царском троне и там происходит диалог в этом медраше между давидом и и между шаулем и одним из его одним из его слуг которого зовут до эго доме тот самый который сыграл некоторую роль в помощи давида в помощи шаулю выследить давида когда тот убегал от него в дальнейшем повествование и вот согласно медрашу до эго ему говорит перед тем как ты выясняешь вообще достоин ли этот юноша стать царем ты сначала вообще спроси а может ли он быть вообще частью народа израиль как так а пора а вот мы тут покопались его родословной и вы не и выяснили что тут дело не чисто у него бабка значит мавитянка и дальше все это раскручивается связи с связи с которая приводится в мишне в трактате его мод о том что мавитяне и аманитяне согласно книге дворим не могут войти в общество господня и мудрецы интерпретировали это как запрет на брак с ними но это касается только мужчин а женщин нет вы не к вот эген муторот не я и таким образом нет проблемы с тем что руд вышла замуж за боза и в результате от нее произошел давид то есть такой вот очень сложный разворот который одновременно решает проблему с родословной давида и с вопросом о том почему шауль его не узнал на самом деле не столько он его не узнал сколько он выяснял самом ли деле этот человек будет будущим царем ну можно попытаться предложить еще какие-то объяснения но в данном случае как бы у нас есть очень интересное поле для наблюдений потому что есть есть возможность сравнить массовецкий текст книги шмуэля с это текстом переводы на греческий язык септуагин который мы действительно находим в данном конкретном случае очень интересное отличие от массовецкого текста так называемом ватиканском кодексе септуагин наиболее авторитетном отсутствует в рассказе о победе давида над гульетом как ровно те части которые вызывают у нас проблемы а именно отсутствует та часть которая представляет по новой давида весь его разговор все то что рассказывается о том как отец послал его в стан израиля с тем чтобы навестить братьев это тяжелый разговор с братом или авам все это отсутствует этого нет и отсутствует вот этот последний кусочек где шауль спрашивает о том кто такой давид теперь здесь у нас есть два варианта вариант первый это сказать что греческий переводчик выбросил выбросил эти места из текста с тем чтобы тоже по-своему таким образом гармонизировать нашу историю убрать противоречия это один вариант такое может вообще в принципе произойти второй вариант как вы понимаете состоит в том что масоретский текст представляет собой соединение двух разных рассказов о войне с филистимлянами который во времена шауля в которой давид принял участие и победил гуляф и тогда получается что греческий текст представляет лишь одну версию в то время как масоретский текст представляет собой соединение смешение двух версий из-за которых получились такие швы один шов редактор как мы видели попытался исправить стихом вот этим зелененьким и сказав что давид время от времени покидал шауля но последний этот шов остался без какого-то объяснения потому что собственно говоря ничего сделать не было невозможно теперь какое же из этих двух решений касательно септуагинты более справедливо это вопрос конечно спорный но я здесь сошлюсь на своего учителя Эммануэля Това который специально этим вопросом занимался написала книгу о септуагинте и конкретно статью об этой главе книги Шмуэля и он утверждает и доказывает это что перевод септуагинты книги Шмуэля достаточно буквалистский и не отходит как правило от текста из чего можно заключить что судя по всему и в нашей главе такого отхода не было и еврейский текст который лежал перед переводчиком действительно представлял только одну версию из двух в то время как масорецкий текст соединил две перед тем как я снова дам время на вопросы я только замечу одну последнюю вещь что можно было опять предъявить претензию редактору мосоветского текста сказать почему ты допустил такое смешение соединение оставил швы я снова напоминаю вам о том что судя по всему такие крайние ситуации не так уж часты но в целом можно сказать что предпочтение отдавалось сохранению текста а не его вырезанию даже если сохранение текста приводило к тому что возникали текстологические содержательные противоречия тем не менее редакторы предпочитали сохранить текст а не выбросить его окей теперь можно я просто не очень поняла может у меня просто сейчас зашли события как у кого было содержание каждого из этих историй в одной истории его отец посылает на поле брони и он там убеждает гольят а в другой что в одной опять таки одна история была судя по всему более краткая и она значит точнее не так скажу я пытаюсь реконструировать это таким образом одна история выглядит следующим образом давида посылают к шаулю по его просьбе и он становится у него оруженосцем потом происходит я сейчас опять же оставляю стороне вопрос который мы уже обсудили о том как возникает вообще история о победе давида над гольятом как она связана с тем кратким замечанием во второй книге но попытаемся восстановить нарратив потом в рамках этой истории давид побеждает гольят гольят вызывается как бы предлагает себя в качестве того кто победит гольят и побеждает это как бы одна линия вторая линия состояла видимо в том так по крайней мере предлагается реконструировать что впервые давид появляется перед шаулем как раз в тот момент когда он отцом отправляет проведать братьев на поле там он предлагает себя в качестве того кто победит гольят при этом давид шауль не знает кто он такой и каково его родословие его исхождение и в конце этой победы он выясняет кто он собственно говоря такой да теперь что в результате получилось когда масорецкий тех соединил эти две реконструируемые нами истории вышло такое не очень гладкое соединение потому что оно породило эти два противоречия на которые мы указали не будь у нас септуагенты могли бы только гадать что здесь могло произойти мы могли бы собственно говоря прийти к выводу о том что здесь явно смешаны две истории то можно попытаться их разделить но в данном в данном случае септуагенты нам в этом очень помогает потому что она собственно предлагает одну версию одну историю и что таким образом является некоторым пусть косвенным но все-таки доказательством того что мы правы и что речь идет о соединении двух разных версий опять таки предположение гипотеза которая совершенно не могла быть принята традиционным комментариям который видел в тексте некоторое единое гармоничное целое искал поэтому другие объяснения еще можно попробовать да пожалуйста да пожалуйста значит я снова возвращаюсь к тому что тексты записывались позже чем те события которые они описывают верно они создавались какой-то определенная политическая обстановка здесь мне кажется что может быть все тоже значит та же проблема борьба между двумя царствами что кто-то решил унизить как бы Давида прописав эту историю кому-то другому чтобы вызвать сомнения в том что именно Давид является тем кто должен был бы быть и таким образом как бы изменить этот баланс политический да изменить это мнение значит и проведение значит Всевышнего о том что это именно Давид был этим героем вот чтобы вызвать это в сомнении чтобы утвердить как бы это свое северное царство против значит значит против царства иудея знаете то есть какие то какие то я понимаю только я сразу же вас немножко поправлю дело все в том что герой который убил Голиафа согласно вот этому замечанию во второй части книги Шмуэля он сам из иудеи он тоже из Бейтлехина это не какой то северный герой это не герой северного царства дело не в этом это все может быть так конечно вот но очевидно влияние Давида было достаточно авторитетным вот и но это как бы одна из версий а другая может быть просто поскольку существовало устное творчество и пересказывались каждый мог пересказать как то с какими то оттенками с какими то изменениями с какими то дополнениями вот то могла произойти такая это то есть это не летопись в конце концов то есть это устное творчество и в конце концов во время не соответствяя было апологетики Давида то есть это антон апологетики Давида и какие то другие мнения они оказались как бы не кстати. Ну, по поводу абагетики Давида мы еще сейчас поговорим. Это отдельный вопрос. Да, но если вреда, которые включили это и то, и другое, то, может быть, позже, когда не было как бы такого острого вопроса с этим, связанного с царством и так далее, то включили, как это обычно делают, все варианты для того, чтобы как-то сделать это все более таким объемным. Опять-таки. Смотрите, Эмиль, я согласен с вами в том, что видимо, в основе всех этих историй, ну, не всех, каких-то определенных текстов, которые мы находим в Танахе вообще, в книге Шмуэля, в частности, лежат некоторые фольклорные традиции, пересказывавшиеся из устно. Это как бы гипотеза существует уже достаточно давно, больше ста лет. Ее развивал в свое время Герман Гункель. Такой немецкий исследователь Танаха. И как бы он исходил из того, что вообще древние культуры исходно рассказывают, повествуют устно, а потом это записывается. Эта гипотеза потом подвергалась разного рода критике. В той или иной степени она, видимо, верна. И это отчасти объясняет то, что здесь могло произойти. В то же самое время только отчасти, потому что, опять-таки, в тот момент, когда эти тексты уже записывались, мы могли, возможно, ожидать некоторой попытки создать гармоничное текстологическое целое. И иногда это происходит. Но иногда нет. И чаще этого не происходит, чем это происходит. И мы сталкиваемся с проблемами ни раз, ни два, которые либо заставляют искать какое-то гармонистическое объяснение противоречиям и избивам нарратива, или приводят неизбежно к предположению о соединении разных нитей внутри этого нарратива. Вот это, да, это вполне реальная ситуация, с которой мы имеем дело, когда мы читаем такого рода книги. Я согласен. Да, это один момент. А второй момент, что могло быть и в ту, и в другую сторону. Либо кто-то хотел усилить Давида, либо кто-то хотел его унизить. То есть, могли быть две разные версии для того, чтобы, так сказать, показать свое отношение. То есть, кто-то, может быть, из Кальвина или связанным, так сказать, с Муэлем хотел как бы это все так-то чуть-чуть изменить. А возможно, наоборот, то есть, бэйфокклорные варианты такие, а кто-то их использовал для Давида. Может быть, в ту и в другую сторону. Может быть, и мы действительно об этом тоже поговорим в основном, когда дойдем до истории с Батшевой и об единстве текста в этой истории через несколько занятий. А что касается апологии, то это как бы ваш вопрос собственно напрямую подводит нас к этой тематике. И это действительно очень такой существенный момент, который связан с историей о победе Давида над Гулиафом. Я действительно озаглавил это «Кем был Давид государственным преступником или спасителем Отечества» апология Давида в книге Шмуэля. Я на этот раз построил это таким образом. Я как бы привел некоторый список обвинений, которые можно предъявить Давиду, читая, как бы сказать, между строк наш текст. Есть несколько проблем, связанных с образом Давида. Вот я их как бы разложил по полочкам. Посмотрите, пожалуйста. Обвинение первое. Давид хочет породниться с царем и тем самым стать наследником. То есть у него корыстные соображения. Не зря он выясняет во время, находясь в израильском стане в рамках нашего рассказа, а что, собственно говоря, ожидает того, кто одержит победу над Гулиатом. значит, теперь второе обвинение, которое можно предъявить Давиду, и оно как бы приводит нас к следующим уже текстам, которые после этого рассказа. Давид — это дезертир. Убегая от Шауля, он идет на службу к филистимлянам. Он поступает на службу к филистимлянам. Я сейчас как бы не вхожу опять же в вопрос свойственности текста. Вообще, надо сказать, что в книге Шмуэля в этом смысле только Тора может с ней соревноваться по количеству всяких дублетов и вот таких трудных текстов, потому что в книге Шмуэля очень много дублетов. Дважды Давид оказывается у царя Агата Ахиша, дважды Давид в руки попадает Шауля, он может его убить и этого не делает. Еще есть несколько таких вот мотивов, которые повторяются, но мы как бы оставляем это пока в стороне. Есть некоторая проблема. Давид своего рода генерал Власов. Он идет на службу к врагу, при этом он как бы реально со своим отрядом присоединяется к армии ферестемлян. Теперь третье обвинение, которое можно предъявить Давиду. Давид ищет смерти Шауля и покушается на его жизнь. Давид заинтересован в смерти Шауля и как бы во время их встреч есть некоторые поползновения Шауля убрать. Обвинение четвертое это заметьте все это что я говорю не написано в тексте. Это можно прочесть между строк потому что то что написано в тексте это то что я хочу сказать и возможно является ответом на эти обвинения. В этом состоит апология. Обвинение четвертое Давид захватывает власть после гибели Шауля и ведет войну с последними заставшихся наследников Ишбошитом сыном Шауля и обвинение пятое и последнее которое можно конечно там множить эти обвинения но Давид замешан в покушении на авнера сына нера авнер сын нера это тот самый у кого Шауль спрашивал что это за юноша в истории с победой Давида над Гулиятом и он полководец Шауля после смерти Шауля он фактически остается первой личностью в северном царстве и благодаря ему оно некоторое время стоит но потом он поссорившись с Ишбошитом сыном Шауля ищет союза с Давидом и готов перейти на его сторону в результате Авнер погибает значит как бы все это вместе создает картину в рамках которой Давид может выглядеть как узурпатор как человек который несправедливым образом захватил власть теперь есть одно место книги Шауля которое косвенным образом подтверждает такой на него взгляд что это за место это место когда во второй части книги Шауля описывается восстание сына Давида Авшалома против своего отца и в тот момент когда Давид убегает от сына уходит из Иерусалима к нему навстречу выходит один из видимо таких важных представителей семьи Шауля по имени Шими Бенгера и бросает Давиду в лицо следующее обвинение он им говорит так выходи выходи кровопийца негодяй вот теперь Господь заплатил тебе за кровь дома Шауля после того как ты воцарился вместо тебя и отдал Господь царство в руки Авшалома сына твоего а ты в беде потому что ты убийца а вот такие слова говорит Шими Бенгера Давиду из этих слов можно понять что по крайней мере в рамках нарратива существует в семье Шауля представление согласно которому Давид виновник гибели Шауля и его сыновей и узурпратор власти это были обвинения теперь мы посмотрим на защиту как ведется защита и это действительно уже то что написано в книге Шмуэля прямым текстом и это можно действительно в этом можно видеть апологию защита на обвинение первое напомню первое обвинение состояло в том что Давид хотел породниться старем и тем самым стать наследником защита Давид на самом деле не стремится породниться старем это инициирует сам Шауль который сжигаемый завистью и ревностью хочет погубить Давида сразу же после истории с победой Давида над Гульетом Шауль начинает ревновать видя как восхваляют Давида за его победу и начинает искать способ его погубить тоже очень известный хорошо известный фольклорный мотив который в нашем тоже рассказе обрабатывается теперь он предлагает Давиду свою дочь там есть еще некоторая сложность какая именно из двух дочерей Мерав Михаль вот и надеясь при этом что поскольку Давид должен принести в качестве выкупа 100 крайней плоти филистимлян что он конечно же погибнет но сам Давид и это для нас важно не хочет не стремится жениться на дочери Шауля и говорит кто я такой чтобы породниться с царем он наоборот ведет себя крайне скромно это защита номер один защита номер два которая самое центральное обвинение да которое действительно как бы вот ну никуда от этого не скроешься Давид идет на службу царю Ахишу царю филистимлян значит защита во первых Давид вынужден бежать от Шауля поскольку тот неоднократно пытается его убить и поэтому как сказано в тексте непосредственно Давид говорит мне некуда больше бежать кроме как отправиться к филистимлянам значит иначе я погибну у него нет другого выхода но более того текст подчеркивает что он на самом деле не служит Ахишу царю Гата а только притворяется и что на самом-то деле когда он докладывает Ахишу о том что он нападает на какие-то поселения пограничные поселения иудеи а на самом деле в это время он нападает на окрестных почевых народов которые сами являются врагами иудеи более того более того он приводит к тому что в кризисный момент когда Ахиш решает вопрос брать ли Давида с собой на главную битву против Шауля которая приводит в результате гибели Шауля на горе Гельбоа гибели Шауля и его сыновей Давид так все устраивает так подстраивает что в конечном счете Ахиш отказывается здесь от его услуг потому что его собственные вельможи говорят ему нельзя полагаться на этого человека он сегодня с тобой а завтра он тебя же выдаст израильскому царю таким образом Давид лично не принимает участие в этой битве защита номер три напомню обвинение третье что Давид ищет смерти Шауля и покушается на его жизнь Давид дважды щадит Шауля когда тот попадает ему в руки когда Давид узнает причем надо отметить что один из этих рассказов это появляется действительно два раза в книге Шмуэля сейчас я это отдельный отдельный вопрос значит как соотносятся друг с другом эти рассказы это тоже исследовалось какой из них повлиял является ли это просто два варианта двумя вариантами одного и того же текста или один повлиял на другой но так или иначе значит в одном рассказе который как бы номер два Давид ведет себя абсолютно безупречно там как бы вся охрана Шауля преследующего Давида заснула и Давиду предлагается их просто уничтожить его собственные военачальники говорят вот как бы у нас есть возможность уничтожить их а Давид говорит ни в коем случае я этого не сделаю и вместо этого он будет охрану Шауля и самого Шауля и тем самым доказывая что он не покушается на его жизнь говорит поднять руку на помазанника Господня вот и при том что ему удается забрать копье и флягу в стане Шауля он их возвращает ведет себя абсолютно безупречно в другом же рассказе как бы другой рассказ в этом смысле более амбивалентный и он как бы там такая достаточно пикантная ситуация Давид находится в пещере некой в тот самый момент когда Шауль приходит туда справить нужду и у Давида есть возможность его тоже убить и он тоже отказывается от этого но при этом он отрезает у него край его мантии и мы знаем это и из не только из библейских текстов но и из древневосточных в частности аккадских текстов что отрезание края мантии царя это все равно что покушение на царскую власть как бы лишение царской власти своего рода такое в кавычках кастрирование власти и сам Давид в этом тексте ужасается своему поступку потом говорится что после этого сердце Давида ударило его за то что он это сделал и снова подчеркивается я не подниму руку на повазаника господня так или иначе очевидно что рассказчик пытается создать впечатление у нас что ни в коем случае Давид не пытается убить Шаул более того когда Давид узнает о гибели Шауля он оплативает его и казнит убийцу Шауля мы об этом рассказе в следующий раз поговорим чуть более подробно там есть интересный весьмаход есть две версии как описывается гибель Шауля в книге Шмуэля согласно одной из них человек который рассказывает Давиду о том что Шауль погиб и что он этому способствовал надеясь на то что Давидову за это наградит вместо этого лишается головы это некий амаликитянин герга амалики об этом мы отдельно поговорим в следующий раз сейчас я на этом не заостряю внимание но так или иначе Давид казнит этого убийца он нисколько не заинтересован смерти Шауля четвертая защита ответ на четвертое обвинение а именно на то что Давид захватывает власть после гибели Шауля и ведет войну с последними заставшихся наследников из Ижбошит во первых Давид власть не захватывает его воцаряет народ сначала в Кевроне он становится царем а затем и над всем Израиль во вторых война с Ижбошитом в значительной степени это результат Козни Авнера полководца Шауля который стремится управлять государством и превратить как бы самого Ижбошита в некоторую марионетку вот и сам Давид ни в коем случае не пытается инициировать какие бы то ни было военные действия не говоря уже о том что за всем этим стоит некоторое общее утверждение что Бог благоприятствует Давиду и что дом Шауля постепенно сходит на нет и последнее обвинение что Давид лично замешан в покушении на Авнера сына Нера чтобы полностью уже ослабить как бы дом Шауля согласно самому рассказу Авнера убивает военачальник Давида Юав который на самом деле делает это из чувства мести потому что незадолго до этого Авнер убил брата Юава Саэля и вот теперь Юав воспользовавшись тем что Авнер находится в стане в стане Давида заманивает его в ловушку и убивает сам Давид не причастен к убийству и более того он публично заявляет об этом возлагая вину за убийство на дом Давида и проклиная убийц он оплативает самого Шауля и после этого он оплативает Авнера то есть автор нашего текста последовательным образом стремится снять те обвинения которые можно было бы передъявить Давиду он их как бы сводит на нет последнее что я скажу перед тем как снова время наше подходит к концу и можно будет задать вопросы значит как бы слово апология здесь не просто так появляется на самом деле за последние десятилетия было написано несколько исследований касательно происхождения жанра царской апологии на Древнем Востоке и в частности рассказ Давида сравнивался с так называемыми хетскими апологиями которые до нас дошли хетское царство которое находилось на территории современной Турции и было до 13 века главным соперником Египта значит на закате своем один из последних мощных царей которые там правили хатушили третий ну так же точно как там скажем последний мощный царь Ассирия Ашуба Непал вот значит вот этот хатушили третий правивший в 13 веке до новой эры в своей царской надписи рассказывает о том как он пришел к власти и из этого рассказа следует две центральные вещи во-первых он находился под покровительством личным под покровительством богини Иштар которая вела его к власти а во-вторых он был вынужден при всем том что он сам лично к власти не стремился никаких эгоистических побуждений у него не было но враги постоянно его пытались в этом обвинить смести его убрать с дороги в том числе родственник его собственный племянник который которого звали Урхит и Шум вот и он вынужден был в результате чтобы спасти свою жизнь бороться с этими людьми и в конечном счете прийти к власти при том что и это тоже подчеркивается как и в случае с Давидом что он что отечество обязано ему своим спасением что он одерживал военные победы благодаря ему как бы хеты побеждали своих главных врагов и вот такая черная неблагодарность но в результате Иштар приводит его к власти теперь я вовсе не хочу сказать этого собственно говоря и не говорят и исследователи что здесь имеет место прямое влияние поскольку довольно большое количество столетий разделяет эту хетскую хетские апологии и рассказа Давиде когда бы ни было написано книга Шмуэля в любом случае даже если бы мы предположили что сегодня большинством исследователей отметается что это более или менее 10 века 10-9 века но все равно 300 лет прошло но помимо прочего хетские апологии это царские надписи которые написаны от первого лица здесь это нарратив о Давиде но возможно что здесь есть действительно некоторое типологическое способ что одна из идей представления о прошлом Давида это идея его апологии теперь последнее что я скажу самое последнее это что возможно именно в этом кроется одна из причин почему автор книги хроник автор ничего об этом не рассказывает он начинает свою историю с того момента когда Давид царствует об этом мы тоже в следующий раз поговорим и можно конечно сказать что его предшествующая вся история мало интересует все что было до начала царствования Давида но одна из возможных причин что он чувствовал что весь этот нарратив носит амбивалентный характер он защищает Давида если он защищает Давида значит есть от чего защитить значит есть какие-то проблемы автор книги хроник автор отказывался видеть какие бы то ни было проблемы в образе Давида и поэтому напрочь снял все это повествование ну вот я как бы все что хотел сказать завершил теперь пожалуйста если есть вопросы замечания то время можно одно замечание да конечно возможно вопрос почему нужно две истории про то как он не убивает Шауля то там между этими двумя историями встревает история про Абигай когда он хочет нафиг поубивать весь дом Навали и вырисовывается довольно жестокая картина которая что он мог действительно это все сделать если Абигай как-то хитро его не уговорил поэтому потребовалось как бы дополнительное подтверждение ввести какую-то еще историю показывающую о том что он совершенно не жестокий согласен с точки зрения композиции согласен полностью с точки зрения общей композиции в результате построено видимо это действительно именно так и обстоит полностью принимаю еще вопросы замечания я бы заметил такой момент что вот соотношение письменного текста и устного тянется с древних времен и до наших дней на самом деле то что она вписана в газете считается правдой то что ходят слухи разговаривают это все ерунда то есть попытка закрепить свою власть тем или иным текстом это очень древний ход получается я так думаю что это все прочувствовали люди и они поняли что то что написано пером это уже как бы укрепляет все тут как бы нечего возражать тем более если это еще связано с божественным проведением и все тогда уже вообще отбрасываются всякие как бы другие версии очевидно это очень все сложно и вряд ли можно из этого выявить какие-то реальные события которые могли бы быть даже по народному творчеству даже по этим то есть если раньше устное творчество допустим те это барды и менестрели которые пели песни и все могли это варьировать и делать как не хотят и запоминались разные варианты то здесь благодаря письменному такому закреплению как бы получалось другая история совершенно да то есть вот ну просто такой момент может быть да спасибо спасибо эмиль еще у кого-нибудь какие-то вопросы замечания перед тем как мы завершаем сегодняшнее занятие окей значит следующий раз мы поговорим вначале вернемся к Шаулю поговорим о его как бы объемном изображении в книге Шмуэля о некоторой трагичности его ситуации упомянем вот эти две истории его гибели какую каждая из них сыграла роль вот и оттуда мы уже переходим ко второй книге Шмуэля вот ну хорошо если вопросов сейчас больше замечаний нет тогда я с вами прощаюсь до следующего раза и всем спасибо спасибо всем спасибо 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 до свидания